Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Ирина Чекунова. А в гостях у меня Игорь Пивницкий, руководитель единственного в России Центра довузовской подготовки «Призыв», полковник вооруженных сил, кандидат военных наук. Игорь Маркович, приветствую вас. Добрый день. Выбрать профессию офицера стремится сейчас большее число ребят, школьников, или же все-таки вы ведете работу именно со школьниками в Центре «Призыв»? Мы работаем, естественно, прежде всего со школьниками, потому что мы осуществляем подготовку к поступлению. Это подготовка к сдаче ЕГЭ, физическая подготовка, работа психологов. Больше или меньше, вы знаете, я скажу честно, что на фоне специальной военной операции желающих поступать в военные вузы убавилось. Так, и пусть меня не упрекают тем, что я, может быть, официально не владею цифрами, так говорю, но, тем не менее, это так. Но, возможно, если на этом фоне чувствуется, что именно военные вузы идут в чем-то лучшее, физически крепкие, мы сейчас снова говорим о возрождении морального духа. Вы знаете, сейчас много делается общественными организациями, военно-патриотическими организациями, ветеранскими, с тем, чтобы поднять вот этот дух. Это огромная работа, это молодцы, это вообще уникальные люди, которые передают ребятам свой воинский опыт, опыт участия в тех или иных локальных воинах. Приходят сейчас участники специальной военной операции. Конкретно вот к нам, в учебный центр призыв, приходят наши выпускники учебного центра призыв, которые воюют, серьезно воюют. Вот вы говорите, физическая подготовка. Я думаю, нет, важнее прежде всего духовно-нравственная подготовка. Потому что, если есть парное стремление защищать Родину, он заставит себя подняться в области физической подготовки, он будет понимать те задачи, которые ему предстоит решать. Здесь должно быть вот это духовно-нравственная подготовка. Это, вы знаете, в нашей обыкновении говорили, моральный стержень есть внутри. Внутри такой вот стержень должен быть. Но ведь это же задача и семьи, и школы, и воспитания. Я думаю, правильнее говорить духовность. Моральный – это совокупность тех или иных правил, а духовность – это более высокий порядок. Сколько выпускников у вас уже за годы? Сколько центров существует? Ну, нам пошел 21-й год, более 400 курсантов, из них порядка 150 – это офицера. Я, кстати, благодарен своим парням, что не забывают, приходят в гости, общаемся. Какая возможность есть? А почему вы посоветуете тем, кто выбран для себя профессию офицера? Да и просто, наверное, можно не выбирать, потом определиться. Просто прийти и несколько подтянуть себя, да, школьникам? Да, можно прийти и подтянуть. Вот, вот мы когда встречались в более большом сообществе, вот, Борис говорил о том, что приходит на занятия, тянется на занятия. Знаете, у нас в центре формируется такое очень товарищеское, дружеское отношение. Ребята начинают дружить. Они начинают дружить еще прежде всего потому, что у них у всех вектора направлены в одну сторону. Они будут поступать в разные вузы. Вот в этом году у меня ребята будут поступать в пять, различных вузов. Но вектор в отношении Родины, в отношении формы служения Родины, у них один и тот же. Это, конечно, способствует тому, что мотивация на освоение общеобразовательных дисциплин куда более высокая. Ну, и, естественно, физическая подготовка. Игорь Маркович, я знаю, что вот у меня в этой студии были гости, музыканты, которые, что называется, вы организовали поездку наших тверских музыкантов туда, в зону СВО. Как принимали ребят, которые несли туда ту самую, наверное, духовность, хотя в общем-то играют рок-музыку? Ну, ребятам одному 54, второму 60 приняли очень хорошо. У меня было, я далек от музыки такого плана, вот, и поэтому перед тем, как съехать в эту зону, я организовал концерт в нашей реактивно-нательской бригаде. Да, посмотрел, как это будет воспринято. Командир говорит, хорошо, едем, но командир молодой. Приехали в подразделение, вот там, где мы, в частности, основной концерт давали, вот, были мобилизованы прежде всего военнослужащие, это в возрасте от 50 и в сторону уменьшения до 20 лет. Я, знаете, как старый преподаватель, я, конечно, смотрел на аудиторию, думал, как они воспринимают и все. И, знаете, довольно замкнутые были лица. А потом, когда я стал говорить с этими бойцами, а я с ними поговорил, до начала концерта пообщались, знаете, они были очень тронуты. Это 20-летние слезы на глазах, вот, 50-летние очень переживали, при этом они вспоминали свою семью. Игорь Поляков спел замечательную песню о подвиге Степана Горобца. Да, у него есть песня такая. Да, это очень. А с одним таким очень суровым, я говорю, ну, а как вам песня? Он отвернулся, опустил голову и схлепнул. Так, то есть, очень тронуто. И, знаете, прежде чем ехать туда, вот, я много общался со своими ребятами, я общаюсь с ними через теле, на каналы связи, они говорят, Игорь Мальч, это очень нужно, это очень нужно. Знаете, я достаточно суровый человек и думаю, да ладно, я вроде бы и пережил бы. Вот, но для меня было открытие, например, что для них не безразличны вот те рисунки, которые посылают. Знаете, смотришь на один рисунок, ну, простенький рисунок, дитё написал, там, дорогой солдат, там, и что-то вернить живым. А вы знаете, как их это, кажется, трогает? Вот один мой мальчишка, значит, старший лейтенант морской пехоты, сейчас воюет на каналах в Херсонской области, я его спрошу, Егор, вот это надо? Он говорит, конечно, я смотрю на этот рисунок, я думаю, как этот ребятёнок рисовал, как за его спиной стояли мама, папа, о чём они говорили. А он такой, знаете, очень суровый парень с рыжей бородой. ничего не бывает зря, тем более сейчас, да, это частичка нашей души, чем мы можем помочь. И, завершая нашу программу, хотелось, может быть, чтобы вы к родителям обратились, ребят, нынешних школьников, за профессию офицера. Вы знаете, эта профессия очень нужна, вот, и семьи должны думать, что это не просто отдают ребёнка в эту профессию, что это защитник, в том числе, их, так, защитник мамы, папы, их детей. Вот, как один товарищ, глубоко, но уважаемый, сказал, порой не понимает, что если не будет нашей победы, наших усилий, то в дверь постучат убийцы. Это очень надо, это очень надо. Спасибо вам огромное за вашу работу, за воспитание таких замечательных ребят, которые сейчас защищают нашу родину. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Игорь Пивницкий, руководитель единственного в России Центра Довозовской подготовки призыв, полковник вооруженных сил, кандидат военных наук. Спасибо вам большое, с наступающим праздником. Вам спасибо, с праздником. Всего доброго, берегите себя. До свидания. До свидания.